Сотрудники абонентского отдела ООСКК продолжают наносить неприятные визиты должникам. Теперь они перешли к более суровым методам воздействия на несознательных граждан. Мы ограничиваем горячую воду, временно приостанавливаем подачу холодной воды. В первую очередь представители рейдовой группы посетили дома, расположенные в частном секторе Суходола. Долги у жителей составляют десятки тысяч, но даже после неоднократных уведомлений об отключении коммунальных благ, собственники домовладений не пытались погасить задолженности. Да, это уже вынужденные меры по отключению, ограничению подачи коммунальных услуг. Задолженность у населения на данный момент по району получается более 62 миллионов рублей. Только по Суходолу, центральных районах, больше 33 миллионов рублей. Посетили представители рейдовой группы ряд многоквартирных домов. Не обошлось без закрытых дверей, хотя соседи уверенно заявили, что неплательщики находятся дома. Как выяснилось, в доме номер 4 на улице Куйбышева принято оплачивать коммунальные услуги вовремя, а к должникам здесь относятся с осуждением. Покупают квартиры и не платят по 6-7 тысяч за должности на квартирах. Но ведь это, наверное, очень сложно для подъезда, да, получается потом? Ну, у вас в данном случае, да, на ремонт не рассчитывают этот подъезд. Идем скорее платить. А что осталось, я там уже... Вот. Главное, что вы платите. Да, да, да. Как показывает опыт, лишение коммунальных услуг является одной из самых эффективных мер по борьбе с долгами. Большая часть жителей, которых уже навестили сотрудники коммунальной службы, спешат оплатить свои долги, чтобы вернуть воду в дом. Мы даже сформировали вторую бригаду, отключаем, ограничиваем, работаем с должниками двумя бригадами. У нас изначально идет предупреждение, уведомление по телефону, связываемся. Да, если они идут к нам на встречу, мы готовы дать им возможность оплатить частями. Но это надо, опять же, выходить с нами на связь, а не прятаться дома за закрытыми дверями. Проведение рейдов по домам неплательщиков продолжается. В ближайшее время без водоснабжения могут остаться более 260 абонентов. Поэтому гражданам, имеющим долги за ЖКУ, лучше их погасить, не дожидаясь отключений. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».